Культфьюжн В Твери немало талантливых людей. Одним из таких был замечательный художник Георгий Володько. Создатель творческого объединения «Перекресток», чьи творения вызывают огромный отклик у зрителей. К большому сожалению, Георгия не стало в прошлом году, но его творчество живо и по сей день. При поддержке журнала «Реноме» в память о нем была создана выставка, на которой собрались близкие, друзья и все, кто был знаком с его талантом. Друзья, организовавшие выставку, посвященную его памяти, это, конечно, уникальный союз художников. Это тот перекресток, который он когда-то организовал. Мало того, что он будет всегда существовать, мало того, что он всегда будет тем перекрестком жизненным не только самого Георгия, но и творчество потрясающих людей, которых он объединил. Работы, представленные на выставке, были совершенно разнообразными. Каждый художник продемонстрировал свой почерк и получилось действительно красиво. Если посмотреть на каждую работу, вот нет такого, что это случайная работа. Так или иначе, она посвящена Георгию. Многие работы, ну 90% представленных в зале работ, это работы, написанные непосредственно к этой выставке, либо работы, которые нравились Георгию. То есть такие работы тоже выставляются, и это очень-очень нам радостно и приятно. Выставка «Быть с тобой» организована при поддержке большого числа людей, которые с радостью откликнулись на предложение создать данный проект. Здорово, что такой проект прошел, и хочу сказать огромное спасибо Елене Бойковой, это администрация как раз выставочного зала, которая пошла навстречу. И хочу сказать спасибо советнику президента Российской Федерации Владимиру Абдулевичу Васильеву, потому что он сделал такой, скажем так, подарок. Нам всем, именно благодаря его поддержке, у нас выйдет каталог этой выставки. Он будет посвящен Георгию Володько, его творчеству, и вот работы, которые представлены на этой выставке, предстанут в подарочном каталоге, и для нас это просто супер. Коллеги и друзья, пришедшие на выставку, с теплом вспоминают о нем, как о человеке действительно широкой души. Это же все сделано для него, это такой посыл туда, потому что оно все равно кажется, что человек это видит, и ты сообщаешь ему такое послание туда, отправляешь. И вот как люди действительно что-то хотят Жоре туда передать, и это что-то, это тепло, это дружба, это любовь, это привет. Человек, он был очень веселый, жизнерадостный, юморной, и поэтому портрет я тоже взял. Это он на фоне своей же работы, котика такого жизнерадостного, который смотрит на него. Много вокруг него как-то и собиралось, везде был инициатор, потрясающе к нему относились все люди. Так как он какой-то аналитически положительный был, такой добрый человек, никогда не помню, чтобы он как-то, даже грустить у него не получалось. Память о Георгии Володько живет в его картинах. Главное, чтобы эта память сохранялась его последователями, такими же талантливыми, амбициозными художниками, которых он сумел объединить. В следующем сюжете арт-директор киноконцертного зала «Панорама» Светлана Шепет расскажет вам о Государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы». Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в летнем кафе на 24-м этаже одного из самых высоких зданий города Твери. Я уверена, сюда заглядывают не мимоходом, а специально, чтобы полюбоваться видами, насладиться атмосферой. Согласитесь, сходить в качественный ресторан или атмосферное кафе – особое удовольствие, ведь большинство из нас все-таки любят комфорт. И, конечно, на высоте хочется поговорить о высоком искусстве и, конечно же, о «Виртуозах Москвы». «Виртуозы» – коллектив с мужским характером, и я все чаще задаюсь вопросом, а как же формировался этот характер? Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» был создан выдающимся музыкантом, исполнителем, дирижером, видным общественным деятелем Владимиром Спиваковым. Спивакову удалось сделать практически невозможное. Он собрал в одном коллективе музыкантов высочайшего уровня. Но есть еще одна черта, которая выгодно отличает «Виртуозов Москвы» от многих других оркестров – это внимание друг к другу. «Внимание», как говорят психологи, – это когда тебя видят, когда тебя замечают, когда с тобой общаются, когда тебе говорят хорошие слова. Кажется, так просто, а нет. «Внимание» – это тот цемент, который делает коллектив прочным и нерушимым. Именно это удалось сделать Владимиру Спивакову. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и как же все-таки ковался характер маэстро? Концертировать Спиваков начал в 1965 году. Но долгое время его таланту не давали развернуться. Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Ему не давали звания, с трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности. Мне вспоминаются слова Михаила Жваневского. «Если человек несколько лет играет на скрипке, он автоматически становится евреем». Ну а если серьезно, в труде рождаются герои. Владимир Теодорович – невероятный трудяга. Он любит читать, свободно говорить на шести языках, помимо русского. И оркестр, безусловно, тянется за маэстро. Виртуозы исполняют более ста программ в год, постоянно гастролируют по всему миру. Свою задачу музыканты видят в том, чтобы не просто исполнять музыкальные произведения для публики, которые любят и ценят классическую музыку. Им важно заинтересовать тех, кто классической музыкой не увлекался до встречи с виртуозами. «Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед», – сказал Амар Хаям. «Кто жизнью бит» Ну, а что касается виртуозов, то на их счету не один пуд соли. Сложностей у виртуозов Москвы было даже чересчур много. Главным образом, это было связано с отсутствием помещения для работы. Ведь, чтобы что-то создать качественно, требуется очень большая работа. А репетировать было просто негде. Репетировали в кочегарках, в столовых, когда они закрывались. В разных клубах. Но, как известно, везет тому, кто везет. Удача приходит к тому, кто упорно работает. И несомненным везением стало предложение Валентина Михайловича Фалина репетировать в зале агентства политических новостей, главой которого он являлся. И политических сложностей тоже было предостаточно. Поначалу виртуозов Москвы в штыки воспринимали все официальные организации, в том числе и Министерство культуры. Однако, справедливости ради, нужно сказать, что уже после нескольких месяцев работы коллектива им с завидной регулярностью поступали предложения о гастролях за рубежом. Но в Министерстве культуры настойчиво отвечали, что в Советском Союзе такого оркестра не существует. И вновь в жизни виртуозов случилось закономерное везение. Благодаря усилиям бывшего замминистра культуры Владимира Ивановича Попова, который на тот момент являлся одним из руководителей Олимпиады 1980 года, виртуозов Москвы пригласили играть на открытии фестиваля в Пушкинском музее, где одним из важных гостей был лорд Килланин. После выступления виртуозов Москвы зал восторженно и стоя аплодировал более 10 минут. И надо сказать, что лорд буквально первым вскочил и восторженно принимал выступления артистов. И уже на следующий день в газете «Правда» красовалась статья под названием «Есть такой оркестр виртуозы Москвы». Ну, а если уж в «Правде» написали, что есть такой оркестр, значит, такой оркестр есть. С этого момента началось триумфальное шествие виртуозов по всему миру. А наш коллектив гордится дружбой с Государственным камерным оркестром виртуозы Москвы. И следующий концертный сезон украсит выступление этого именитого коллектива. Заходите на наш сайт panoramadefestver.ru, звоните по телефону 300 033. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киноконцертный зал «Панорама» продолжает показ мировых кинопремьер. Фильм «Форсаж 9» – одна из лучших частей 20-летней франшизы, эффектный и самоироничный блокбастер о том, как бывшие уличные гонщики вновь спасают мир. Приключенческий мультфильм «Спирит непокорный». Лаки Прескотт – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки – вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом – диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она. После того, как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасности путешествия, чтобы его спасти. Семейная комедия «Кролик Питер 2» – продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и Крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную, размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву. Его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город. Туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой. И теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего. С вами была программа «Культфьюжн». Надеюсь, вам понравились наши сюжеты. Оставайтесь с нами и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!